Сегодня представители Министерства, Имущества и Столичной Администрации провели рейд по заброшенным объектам. Инвентаризация проходит в рамках республиканской акции. За два года выявили свыше тысячи бесхозных зданий. Большая часть была вовлечена в оборот. Что позволило за это время внести или привлечь бюджеты муниципалитетов в более 121 миллионов рублей. Более активные, естественно, тут города, потому что объектов-то больше. Здесь Новочебоксарск более 42 миллионов, если точнее 42,8. То же самое Чебоксар, более 42 миллионов, то есть привлечь свой бюджет муниципальный. Также из районов можно отметить Козловский район 8 миллионов, Цивильский район более около 6 миллионов и Чебоксарский район более 3 миллионов рублей. Но пустующих объектов в республике еще достаточно. На протяжении четырех лет остается заброшенным это здание бывшего винного склада на улице Константина Иванова. После расселения жильцов дом не снесли и включили в реестр объектов культурного наследия Чувашии. В связи с тем, что он стал объектом культурного наследия, соответственно, он не подлежит сносу. На сегодняшний день был произведен перевод из жилого в нежилое здание и он выставляется на аукцион. То есть мы ищем инвесторов, чтобы при приобретении здания были соблюдены условия при сохранении внешнего облика. Не исключено, что в перспективе здание станет деловым центром, отмечают в администрации Чебоксар. Пока оформляются необходимые документы и проводится аукцион, объект защищен от вандалов. На окнах решетки, подъезды и подвалы под замком. Не раз администрации города предлагали снести это недостроенное здание на заливе. В дни проведения Сабантуэ на долгострой обратил внимание и президент Татарстана. Рустам Миниханов удивился проблеме и поделился, что в Казани есть эффективный подход к решению таких вопросов. Будь такая затянувшаяся стройка в Татарстане, ее бы давно снесли. На одном из совещаний глава республики рекомендовал специалистам изучить опыт соседей. Прошу вас создать команду, пускай съездят в Казань. Они подготавливаются к университете, к чемпионату, постоянно занимаются этими вопросами. 12 лет назад инвесторы обещали возвести пятизвездочный отель, но работы были приостановлены. Сейчас у объекта сразу три собственника, однако дальше слов дело не продвигается. Остов сооружений обнесен забором и пока служит лишь конструкцией для рекламных баннеров. Решить судьбу долгостроя глава республики поручил до 2020 года. Представители города Чебокцары давали обещания. Обещания все публично записаны о том, что либо продление договора аренды и достройка этого объекта было озвучено до 2020 года, напомню, либо снос. То, что сегодня мы видим, какими путями мы к этому результату двигаемся, вот оно налицо. Я думаю, тут и говорить много не нужно. К сожалению, на сегодняшний день здесь этот объект также больше можно отнести к категории бесхозяйным, бесхозным, неиспользуемым и, к сожалению, еще создающий предпосылки к угрозе общественной безопасности. Мы, конечно, сегодня хотим услышать от представителей города Чебокцары, будут ли исполнены те обещания и когда они будут исполнены. В администрации города переоформляется договор аренды земельного участка до конца 2020 года. То есть он сейчас на согласовании и подписании. Планы построить объект и в соответствии с тем, что договор аренды продлен до конца 2020 года, я думаю, что вот эти вот обещания, они будут выполнены. А это один из положительных примеров. На месте бесхозного объекта во дворе дома была оборудована детская площадка. Мы хотим жить в более комфортной среде и за это время, значит, благодаря общественности выявлено более 1100 объектов, которые как бы имеют изъяны. Эта акция продолжается, мы призываем жителей Чувашской республики быть активными. За все время народная инвентаризация доказала свой эффект. Благодаря акции вовлекают в оборот земельные участки, приводят в порядок населенные пункты и сносят аварийные объекты. Вадим Пачема, Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика.